Железки и лезвия Между прочим, отечественные И это интересная история для того, чтобы ее осветить Что для меня, как для любителя Хорошо, что плохо в железках Это простые параметры Как долго держат заточку Гнутся ли от попадания шайбы Ну и в целом, как в эксплуатации Ржавеет, не ржавеет и все такое Хотя про ржавчину, конечно, это больше история Про ваш уход за коньками Мы, ну в частности я Мы любители достаточно редко Точим коньки по сравнению с профессионалами Мало точу, раз в месяц примерно у меня получается Кто-то точит перед каждой игрой Но таких, ну, единицы Я точу, ну, может быть, раз в месяц И три месяца на этих лезвиях я откатался То есть это тренировки, это игры И какие-то подкатки И проблем пока нет Заточку держу Момент эстетики Наверное, это самая вообще никчемная история Потому что, конечно же, абсолютно все равно Как выглядит твои лезвия, если они не ржавые Лезвия достаточно дешевые и обработаны они, скажем, минимально Достаточно грубо выглядят снаружи Но нет никаких там названий на них, ничего не выгравировано Но, опять же, это экономия средств Потому что не нужно тратить деньги на нанесение, собственно, того же логотипа На какую-то там лазерную обработку и так далее Для некоторых очень приятно, когда они гладенькие, чистые Ну, в смысле, в общем, блестят и все такое Для меня, например, нет Что касается прочности Прочность не только от попадания шайбы Ну и наличие разных там заусенцев И всяких лишних, в общем, нежелательных Историй с лезвием, которые обычно происходят Потому что возле льда не всегда будет чисто А если вы катаетесь на улице То это обязательно попадает в песок И лезвие портится Появляются заусенцы и так далее Очень прочный металл Может быть очень колким Поэтому металл должен быть достаточно вязким Который используется в лезвиях В то же время хорошо держать там удары И все такое И чтобы, собственно, вся энергия в нем вязла И также этом на лезвие Лезвие можно лопнуть просто из-за перепада температур Не знаю, встречали вы такое или нет Но такое бывает И эти лезвия, собственно, тоже пережили Печку в уличной раздевалочке После чего выход на улицу в минус 20 Но, правда, это было просто катание Не хоккей Но лезвие выдержали Про вес железа говорить, наверное, особого смысла нет Потому что ровно такая же форма Толщина и высота А вот по самой форме стоит поговорить Профиль у этих железок Как мне кажется, полный аналог степов То есть высокая пятка И немножко заниженный мыс К этому надо привыкать Я к этому не стал привыкать Я просто сточил пятку Ну, мыс, конечно, не нарастишь Но мне ближе профиль обычный Стандартный заводской, что идет у Бауэра Честно говоря, я не знаю, что это за цифры Но вот, например, Carbon LS5 Меня полностью устраивает И я их использую как некий шаблон Наверное, основной вопрос Нужно ли любителю Покупать себе много лезвий И вообще думать о этой замене Надо спросить у любителей Димон, ты когда-нибудь думал о том, что надо лезвие поменять? Я же менял Красава Никогда не задумывался о замене лезвия Потому что, видимо, на 4 тренировки И там, ну, 2 игры А ни на одних коньках не приходилось менять Не стачивал такого состояния Смотри, покупал вот эти Он мне говорит, обрати внимание на эти лезвия Типа редкие Так, стучишь Я говорю, слушай, чувак, ну я там за 2, за 3 года не стачиваю У меня, ну, наверное, не возникнет такой проблемы Я не парюсь Но мне, да, обратили внимание У меня были CCM, у меня были Bauer, сейчас True То есть, по большому счету, все время примерно одинаковое себя чувствую Так, конькам лет 5 Лезвия один раз менял Сточились почти миллиметров 5 было уже По какому принципу выбирал? Лезвия? Да Просто вот такие же, как и были Стал бы вообще лезвие менять ради того, что, типа, улучшить катание и прочее? Нет, ты же знаешь, Саня, я не морочу Нет, были бы, в принципе, лезвия Мне кажется, самое главное Нет А вообще, коньки лезвия менял? Нет, не нашел Пришлось коньки поменять Приходилось встречаться с BVS лезвиями? Нет, не приходилось А приходилось менять? Приходилось уже менять на Bauer Коньки APX профессиональные Менял на такие же лезвия, как были При покупке в 13-м году Они под болт Сейчас такие лезвия уже не производятся У Bauer их вообще невозможно найти Поэтому новые лезвия только аналог в основном И делают, да, тоже под болт? Под болт тоже можно найти Но уже гораздо сложнее Подводить некоторые итоги Получается, что За приемлемую сумму мы имеем аналог Серьезно канадских лезвий по профилю Качество лезвия очень трудно, конечно Как и качество металла Очень трудно мне оценивать Без каких-то специальных Не знаю, грубо говоря, исследований Жесткости, прочности Только визуально и, ну, условно говоря, тактильно Заточку держат Никакой разницы, особенно негативной На льду не заметил Так что по этим показателям Пока сплошные плюсы Нет ничего красивого и блестящего И для многих это будет, опять же, минусом Если брать черные степы Или те же LS Carbon Или TI Pulse То пульсы То тогда, конечно, совершенно разное будет Восприятие визуальное Но повлияет ли это на ваше катание? На цену, да И вот получается, что Они вроде бы такие же хорошие Не такие эпатажные Но дешевые И вроде бы любителя можно взять А почему бы нет? В персональной мере не знаю, кто катается Нет, не думаю, что кто-то там экономит на спичках Но могу сказать, что среди любителей Наступает момент, когда лезвие все-таки надо поменять Как я говорил, оно может и сломаться И оно, в конце концов, стачивается Если вашим лезвием, скажем, лет 5 Даже если вы редко точите Оно все равно заканчивается Что ж, друзья, как на любом моем обзоре Делайте вывод Брать эти лезвия или нет Покупать или нет Выбор сделать только вам Я лишь вам рассказал о том, что такие лезвия существуют В общем и целом Будь позитивным, мой друг Пока